Неделя родительской любви стартовала в Беларуси и напомнила важность семейных ценностей и значимость существования мира в каждой семье. Ведь семья – это опора государства и важная ячейка общества, с которой начинается формирование личности. По инициативе Белорусского фонда мира уже в 17-й раз проводится акция «Честование Брещан», у которых 21 сентября, во Всемирный день мира, появился новый член семьи. В торжественном зале Дома гражданских обрядов Брестского госполкома собрались семьи и 12 виновников торжества, которым 21 октября исполнится ровно месяц. 17 лет назад родилась такая идея – акция «Дитя мира». За этот период, за 17 лет в области родилось 732 ребенка, которые имеют сертификат фонда мира, удостоверяющий то, что дети родились именно 21 сентября – Международный день мира. Большое внимание мы уделяем очень, потому что дети – наше будущее. Это будущее – наши миротворцы. Это, я уверена, они будут обязательно состоять в будущем в отрядах миротворцев, в наших школах мира, которых сегодня уже около тысячи. Страна, которая пережила войну тяжелую, потеряла каждого третьего. Ни люди, ни страна не хочет войны. Нам нужен мир. И мы все делаем для того, чтобы наши дети буквально с раннего возраста понимали, что такое мир. Сегодняшнее событие напомнило важность формирования крепкой семьи, в которой царит любовь. Любовь, благодаря которой появляется новая жизнь. Все это благотворно влияет на общую демографию в государстве и дает толчок к устойчивому развитию страны во всех сферах. Важность события, которая уже стала доброй традицией для горожан, подчеркнул управляющий делами Брестского городского исполнительного комитета Сергей Яйчук. Ради чего мы живем? Ради мира, ради здоровья. Есть мир, значит есть мероприятия, есть праздники. 21 сентября родилось у нас 12 детишек. Отдел ЗАГСа Горьисполкома совместно с руководством всегда участвуют, принимают, поздравляют детей. Дети – это наша радость. Поэтому, как говорится, всегда за мир. И предкам спасибо, что сохранили наш мир. Мы живем в мире, поэтому будем надеяться, что традиции наши будут дальше продолжаться. Торжественный зал Дома гражданских обрядов Брестского горосполкома по-особому был комфортным и теплым. Младенцы, еще не осознавшие своей важности существования в этом мире, сладко спали на руках у родителей, вызывая у окружающих улыбки умиления. В такой по-домашнему уютной атмосфере прошло чествование каждой семьи, в рамках которого новорожденным вручили первый документ – свидетельство о рождении. Мы всегда с радостью приходим, чтобы повстречаться с вами, повстречаться с детками. Потому что семья – это фундамент нашего общества. Если будет крепкая семья, большая семья, значит, будет крепким наше государство. Сегодня, когда во многих странах мира, скажем так, наплевательски относятся к семейным ценностям, нам, Беларусь, надо сделать все для того, чтобы наши дети знали, что такое семейные ценности, что такое семья, что в семье обязательно может быть мама и папа, и берегли эти семейные ценности, передавая их новому поколению. Благодаря многолетней традиции чествования детей мира уже подросли те, кому когда-то также вручали первый документ. Сегодня это подрастающее поколение, четко осознающее всю ответственность статуса человека, родившегося в День мира. Благодаря общим усилиям семьи и государства в них привито понятие о мире, дружбе, взаимопонимании и любви. По случаю праздника детям вручили подарки. Ежегодная акция – еще одно напоминание всем нам, что самая сложная профессия в мире – это быть родителем. Бесконечная усталость, физический труд, моральное истощение и ответственность перед обществом за то, каким станет в будущем ребенок – все это и многое другое ежедневно сопровождает отца с матерью на протяжении всей жизни. Сложно, конечно, но ничего, потом, когда приносят в палату, уже как-то не так уже эти сложности отдаются в глаза. Уже как-то все на задний план уходит, поэтому уже человечек-человечек. У меня трое. Мы сегодня с бабушкой, папа у нас не смог прийти, он на работе. Как говорит моя мама, где двое, там и трое уже, никуда не денешься. У меня четверо детей, старший мальчик и трое девочек. Самая маленькая такая, очень крошечка, даже ростом, не ростом, а весом самая маленькая родилась. Мне вообще не сложно, у меня дети прекрасные, очень послушные. Ну, одна есть такая, ей только годик, она очень капризная еще. Янина Даниленко, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста. Новости Бреста.